Девушки отдыхают Сегодня мы рассмотрим особенности использования невидимости и тактику дропов И конечно же вас ждут новые соревнования Сегодня мы покажем матч по Старкрафту, прошедший в рамках International Sports Tournament в Пекине Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира Со смены руководства в Национальной сборной России по Старкрафту Пришел в порядок, систематичность, а главное стабильные успешные выступления Триумф россиян на первом турнире от Galactic Conquest говорит о многом Да и вообще в последнее время от рук наших Старкрафтеров Пали Германия, Канада, Швеция Страны по умолчанию имеющие более чем сильные заставы В ближайшее время сборной России предстоит важный поединок против украинцев За выход в полуфинал турнира National Tour Чемпионат Electronic Sports World Kiber Game идет по стопам чемпионата мира В этом году оргкомитетам было принято решение о проведении ESWC в США До этого гранд-финалы этого мероприятия проходили во Франции Ясно, многим не понравится данное решение Однако руководство чемпионата уже решило, что соревнования пройдут в Калифорнии Решение связано с тем, что организаторы не хотят останавливаться на одном месте А развиваться дальше, хотя непонятно, пойдет ли на пользу такое решение Китайское Warcraft 3 TFT подразделение West Nile Virus Gaming Возвращается к будням Warcraft 3 League После неудачного выступления в рамках Season 12 На этой неделе китайскую команду ждет квалификация к новому сезону WC-3L И в преддверии нового турнира организация спешит расстаться сразу с тремя игроками своего состава Команду покинули следующие лица Joy Luck, Soccer и Recall Никаких разумных объяснений по поводу произошедшего со стороны команды пока не последовало Сегодня главный менеджер команды RedCode анонсировал закрытие Counter-Strike подразделения команды Из-за внутренних проблем команду покинул ее лидер и один из самых известных испанских игроков Мусамбан Уан, который в последнее время никак не может найти себе постоянную организацию Из-за ухода лидера менеджмент решил полностью закрыть команду На данный момент это лучший выход, но на следующей неделе руководство обходит дальнейшую судьбу Counter-Strike подразделения Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим особенности использования невидимости и тактику дропов Невидимые юниты есть у каждой из трех рас У тиранов это истребители и госты У зергов закапывающиеся в землю бойцы А у тосов дарк-темплары Обсервер и арбитр Рядом с которым любые юниты становятся невидимыми Невидимость можно использовать как для разведки, так и для саботажа Особенно эффективна она на ранних этапах игры Когда у противника не очень много детекторов Главное, что нужно запомнить при использовании большого количества невидимок Ваш основной удар должен быть направлен на детекторы Дроп Дропом называется десант с использованием транспортников Коими являются оверлоды с соответствующим апгрейдом Шаттлы тосов и собственно транспортные суда тиранов Дропы делятся на ранние и на массовые Первые являются собой закидывание малочисленного десанта Вместо скопления вражеских рабов Как правило на начальных этапах игры Массовый же дроп Это крупномасштабная высадка на базу противника При любом дропе нужно учитывать расположение ПВО противника Состояние его воздушных сил и собственно неожиданность десанта Перед дропом рекомендуется отвлечь основные войска противника Создав видимость наступления в другом секторе Мы виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Новая мышь работает с частотой 9000 кадров в секунду Это обеспечивает максимальную скорость И конечно же вас ждут новые соревнования Сегодня мы покажем матч по Старкрафту Прошедший в рамках Интернешнл Спорт Турнамент в Пекине Представляем обзор киберспортивных девайсов Новая мышь от компании Microsoft работает с частотой 9000 кадров в секунду Это обеспечивает максимальную скорость свыше 1,3 метров в секунду И максимальное ускорение 25G В сочетании с программным обеспечением Intelligent Tracking System И центрированным оптическим портом Обеспечивает потрясающую точность Кнопки сделаны из специального материала Который не дает пальцам проскальзывать Сбоку есть две дополнительные программируемые кнопки Клавиатура Logitech G15 Это неоспоримое игровое преимущество для правильного геймера Эксклюзивная модель ЖК-панели Logitech Game Panel Позволяет определить на каком сервере ваши друзья играют в Battlefield 2142 А также получать важную системную информацию Вы можете создавать полезные макросы Не прерывая процесс игры И запускать их одним нажатием G-клавиши А подсветка клавиш позволяет продолжать игру даже поздней ночью Руль BigFood имеет стильный дизайн Ажурная станина из черного пластика с серебристыми вставками Ярко-красные резиновые накладки и обтекаемые формы Завершает это буйство дизайна подсвечиваемая изнутри синяя эмблема с логотипом фирмы Механизм возврата роля в среднее положение пружинный Угол поворота роля от края до края составляет 180 градусов На корпусе установлен рычаг переключения передач Имеется функция вибро-отдач Клавиатура Hyper-L Low Keyboard Устройство во многом привлекательное и необычное В плюсах у этой модели стильный и элегантный дизайн Компактные размеры, бесшумная и отточенная работа клавиш Новинка может стать настоящим украшением стола Но, к сожалению, клавиатура не лишена недостатков Главным из которых является ее нестандартная раскладка В комплекте отсутствует программное обеспечение Что делает невозможным перепрограммирование кнопок Здравствуйте, любители киберспорт! Сегодня рассмотрим матч по дисциплине StarCraft, прошедший в Пекине Лицом к лицу встретились протос Тейсти Кучерявый выходец из Канады и кореец Хвасин Победитель, играющий за Терранов Итак, встречайте! Ник Перентезис Уроженец Канады, больше известный как Тейст Этот игрок уникален тем, что у него нет предпочтений В какой-либо разе Класс таких игроков носит название Рэндум Его противник Терран Хвасин Чемпион Кореи 2007 года Входящий в десятку лучших игроков планеты Настоящее имя Джин Ян Су Возраст 19 лет Полезный коэффициент его игр составляет 58% Первый раунд проходит на карте Монти Холл версии 1.1 Тейсти расположился на 5 часов, а Хвасин прямо напротив него на 11 Специфика этой игры такова, что проходы около мейнов перегорожены кристаллами Соответственно, их нужно либо разрабатывать, либо перелетать Терран с его летающими зданиями имеет в этом плане стратегическое преимущество Оба игрока разживаются экпами и накапливают войска У Хвасина это пачка танков при поддержке вультур Тейсти же делает ставку на гуннов и магов Пока Тейсти стягивает войска к левому краю карты, готовясь, видимо, к атаке Хвасин делает достаточно грамотную вылазку вультурами на мейн-тоса Обкладывая подступы минами и вынуждая рабов приостановить добычу минералов У Терра явное численное преимущество И он неумолимо начинает проносить ближний к нему экс-тоса После этого настает черед блока гейтов-тоса Однако тут не все так просто Отделившаяся от основных сил группа танков и вультур погибает под пси-штормом и огнем гуннов Террану удается вынести несколько гейтов-тоса, но в итоге все атакующие оказываются разбиты Хвасин пересматривает свою тактику и разбавляет танки голиафами У него практически пси-лимит Надвигающейся армаде Терра противостоят всего несколько гуннов без какой-либо поддержки в виде магов или архонов Судя по всему, это начало конца Да, так оно и есть Это понимает и канадец Поэтому и выходит из игры Первая партия остается за корейцем Второй раунд происходит на карте Longinus 2 Игроки начинают развиваться по привычной нам уже схеме Тести уходят в гуннов, Хвасин тем временем клепает танки и вультуры Экспы появляются сравнительно поздно, а игроки практически не выходят из своих секторов Терран явно ведет оборонительную политику, готовя Тоссу какой-то сюрприз и упрочивая свое экономическое положение На острие атаки только вультура и основные же силы стянуты к базе Иногда эти вылазки имеют кратковременный успех И вот он долгожданный сюрприз Тер разживает с ядерной бомбой и ГОСТом, не замедляя пустить их в ход Цель ближайший эксп Тосса с кучей рабов Однако Тосс успевает заметить лазерный прицел и вовремя уводит проб от взрыва В ответ он решает контратаковать куннами, но против танков в режиме осады они явно не бойцы Тер наконец-то решается перейти в активную хвозу атаку Его встречает толпа куннов и магов и тут же летит вторая ядерная бомба, направленная уже на другой эксп Тосса В этот раз успех на стороне Терра Терр явно преследует экономическое доминирование Сложность положения Тосса заключается в том, что его боевые силы идут двумя потоками Пересечение которых находится на пачке танков и Голиап Это позволяет Терру при минимуме потерь сливать силы Тосса И даже, как мы видим, напрягать его эксп Терр наносит третий ядерный удар по еще одному экспу Тосса И вновь ракета находит свою цель в виде рабов Пользуясь тем, что Тести практически обескровлен Квасин собирает свои силы в кулак и направляется к мейну Тосса Завершающим аккордом этого триумфального шествия Становится четвертая ядерная бомба, падающая на самый заостренный эксп Тосса Итак, кореец Джин Янг Су побеждает в матче против канадца Тести со счетом 2-0 Показав достаточно экстравагантную тактику во втором раунде Он по праву заслужил эту победу Также не лишним будет заметить, что впоследствии Квасин вышел в финал этого турнира И в кровопролитной борьбе против игрока Калм Занял первое место Сняв тем самым сливки в виде призового фонда в 15 тысяч евро Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Новые состязания между киберспортсменами Новые состязания между киберспортсменами Новые состязания между киберспортсменами